Хвала Аллаху, который вменил своим рабам в обязанность пост, очищающий их души от грехов. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого не сотоварищей. Мы просим Аллаха сделать нас из числа праведников умы Мухаммада и собрать нас в судный день в его группе. А затем, уважаемые братья, верующие не перестают искать милость Всевышнего Аллаха в этот великий месяц. И да будет благословен для нас пост, пусть благословенной для нас будет эта обязанность, за счет которой можно стать ближе к Всевышнему Аллаху и в которой кроется упование на Него. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, радовался приходу этого благословенного месяца и не переставал сообщать своим сподвижникам благие новости, говоря им, что каждый день Всевышний Аллах украшает свой рай и говорит ему, «Уже скоро мои праведные рабы избавятся от усталости и зайдут в тебя». Мы, о мусульмане, находимся в конце этого благословенного месяца. Эти благие дни быстро проходят. И с каждым прошедшим днем этого щедрого месяца наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, лишь сильнее устремлялся к своему Господу и усерднее поклонялся Ему. Аиша, да будет доволен ею, Аллах сообщила, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встречал эту благословенную, последнюю декаду, которую и мы встретим сейчас. Сейчас он, да благословит его Аллах и приветствует, встречал ее с еще большим поклонением, посвящая себя поклонению и повиновению Аллаху. Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала, что в Рамадане пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял усердие в поклонении. Но больше всего он усердствовал в последние 10 дней Рамадана. Она сказала, когда наступали последние 10 дней, он потуже затягивал свой изар, занимался по ночам делами поклонения и будил членов своей семьи. Потуже затягивал изар, то есть он проявлял крайнее усердие в поклонении. Он будил свою семью, то есть он, да благословит его Аллах и приветствует, не просто совершал свое поклонение, чтение Корана и так далее самостоятельно, в одиночестве, а велел своей семье делать то же самое, как сказал Всевышний Аллах, вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершая его. Аллах также сказал, оберегайте себя и свои семьи от огня. Также Аллах с похвалой отозвался о своих верующих рабах, которые жили до нас. Он сказал об Исмаиле, поминив Писание Исмаиле. Воистину он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, недовольствовался тем, что сам устремлялся к поклонению. Он, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал к этому и свою семью. Своими делами и словами пророк, да благословит его Аллах и приветствует, показал нам разные виды поклонения, к которым человек должен быть особо внимателен в течение десяти последних дней этого священного месяца. Первое из них, он должен стремиться продолжать то, что уже начал. Таравих намаз и дополнительный ночной намаз. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, который привел Аль-Бухари. Кто выстоит Рамадан в вере и надежде на награду Аллаха, тому будут прощены его предыдущие грехи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул весь Рамадан. То есть не выстаивай одни ночи, после чего оставляй другие. Верующий должен быть таким, как сказал Аллах. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность, смерть, не явится к тебе. Он должен усердно поклоняться и в начале месяца, и в середине, а также в его конце. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал своих сподвижников к тому, чтобы они проявляли постоянство в повиновении Аллаху и поклонении. Заметно, что некоторые люди, возможно, в начале месяца молятся с энтузиазмом, но когда наступает конец месяца, они отвлекаются, скажем, на то, чтобы пойти со своей семьей на рынок или куда-то еще, чтобы купить вещи к празднику, хотя эти 10 дней лучше, чем предыдущие 20. Когда кони доходят до конца ипподрома, они начинают выкладываться по максимуму, чтобы обогнать других. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил нам достоинства этих 10 дней, чтобы люди еще больше стремились в них к поклонению. Он сказал, кто будет выстаивать Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому будут прощены его предыдущие грехи. Кто будет стоять в намазе за имамом, пока тот не уйдет, то есть пока он не закончит свой намаз, за ним будет записано выстаивание ночи. Так давайте, о постящиеся, совершать ночной намаз до конца месяца, чтобы быть из тех, кто выставил весь Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха. В сахихе муслима, в хадисе Саубана, да будет доволен им Аллах, говорится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему, совершай больше земных поклонов. Поистине, за каждый земной поклон Аллаху он непременно возвысит твою степень, сотрет твое прегрешение и запишет совершение благого дела. В другом, достоверном хадисе сказано, «Когда раб Аллаха встанет на намаз, его грехи берут и ставят на его голову и плечи, и каждый раз, как он совершает поясные или земные поклоны, грехи сыплются с него. За счет твоих долгих и многочисленных суджудов, проводимых в смиренности, будет приближение к твоему Всевышнему Господу, принятие твоих благих дел и искупление грехов. Также, уважаемые братья, человеку следует стремиться много читать Коран. Когда наступала последняя декада Рамадана, наши праведные салифы, да помилуют их Аллах, стремились еще больше читать Коран. Хатада, да помилует его Аллах, в остальные месяцы года полностью прочитывал Коран раз в семь дней. То есть каждый день он читал примерно по четыре с половиной джуза. Когда наступал Рамадан, он полностью прочитывал Коран за каждые три дня. Когда же приходили последние десять дней, он усердствовал так, что прочитывал Коран полностью за день. Человек способен на это. Если он будет читать один джуз немедленно и небыстро, это займет у него меньше получаса. Если же он захочет прочитать весь Коран, это займет у него примерно тринадцать часов, или чуть больше. Так он сможет прочитать весь Коран за один день. Салифы, да помилуют их Всевышний Аллах, так и делали. Они начинали усердствовать в чтении Корана еще больше, когда оказывались в последних десяти днях. Уважаемые братья, человеку следует стремиться к тому, чтобы как можно больше читать Коран. Прочитать его полностью один раз, два или больше. Воистину, этот месяц, месяц Корана. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также шел на иатикав, иатикав, когда наступали последние десять дней. Иатикав, у мусульмане, это непрерывное нахождение в мечети, в поклонении Всевышнему Аллаху. Это когда человек постоянно находится в мечети и не выходит из нее. Чтобы полностью посвятить себя чтению Корана и спрашиванию прощения у Аллаха, истихфару, дуа, духа-намазу и другим молитвам. С тех пор, как наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил хинджеру в Медину и построил свою благословенную мечеть, он ни разу не пропускал иатикав. Однажды, когда он, да благословит его Аллах и приветствует, вышел на иатикав мечеть, он увидел там несколько маленьких палаток своих жен. И раньше женщины тоже ходили на иатикав мечеть. У них не было там отведенного специального для них места. Женщина ставила себе палатку в мечети, чтобы укрываться в ней. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел, как много там женских палаток, он понял, что одни из его жен стали ревновать к другим. То есть некоторых из них, возможно, побудило пойти на иатикав, не стремление поклоняться, а ревность и чувство соперничества к такой-то и такой-то женщине. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, благочестия ли вы желаете? То есть вы хотите только благочестия и поклонения? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не пожелал, чтобы кто-то остался, не имея соответствующего иатикаву намерения. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прервал свой иатикав, и его жены тоже прервали иатикав. Но на следующий год, он, да благословит его Аллах и приветствует, находился в И'тикафе 20 дней, чтобы искупить дни за прошлый год. И в следующем году он также был в И'тикафе 20 дней. Имам Мухаммад ибн Шихаб аз-Зухри, да помилует его Аллах, сказал, удивительные мусульмане, которые оставили И'тикаф, который Пророк да благословит его Аллах и приветствует, не оставлял, пока не встретился со Всевышним Аллахом. И Пророк да благословит его Аллах и приветствует, совершал И'тикаф. Так что упастящиеся, если у человека получается пойти на И'тикаф, даже если ненадолго, даже если он пробудет в И'тикафе всего день, будет сидеть от фаджр-намаза до магриба-намаза в мечети, а когда сделать магриб-намаз, вернется к себе домой, это будет считаться как однодневный И'тикаф, и за него полагается награда. Или если человек будет делать И'тикаф ночью, сделать магриб-намаз в мечети, а потом останется в ней до азана на фаджр, это И'тикаф одной ночи. Или если он сделает фаджр-намаз и останется в мечети до следующего фаджр-намаза, то есть одни сутки, Все это, несомненно, относится к одним из величайших видов поклонения. Некоторые ученые сказали, что нет ничего плохого в том, чтобы находиться в И'тикафе меньше, чем день или ночь. Если ты помолишься в мечети, зухр намаз, затем сядешь с намерением И'тикафа до азана аср, это будет И'тикаф, даже если длился он всего несколько часов. Или если ты сделал, например, тарвих намаз, затем остался в мечети, читая Коран, до ночного намаза. В И'тикафе ты был несколько часов, это тоже считается разновидностью И'тикафа, без сомнения. И'тикаф имеет большое достоинство. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщал людям о кафарах, то есть вещах, которые искупают грехи, среди них он упомянул ожидание следующего намаза. То есть ты делаешь зухр намаз, потом идешь на работу, но твое сердце продолжает быть занятым ожиданием следующего намаза. Это стирает грехи. Так что вы думаете о постящемся, о том, кто делает намаз и остается в мечети до следующего намаза? Если даже тот, кто помолился, а потом вышел, получает аджр, если в его сердце у него остается ожидание следующего намаза, то что вы думаете о том, кто молится после чего, остается в мечети? Без сомнений. Он получит великую награду. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что если любой из вас совершит омовение должным образом, затем явится в мечеть с единственной целью совершить намаз, Аллах обрадуется ему так, как радуется семья, когда встречает того, кто долго отсутствовал. Это значит, что когда тот, кого долго не было, приходит, его семья радуется ему и ликует, потому что любит его. А наш Всевышний Господь, и нет ничего подобного ему, и он, слышащий, видящий, радуется прибытию своего раба, когда тот приходит в мечеть помолиться. Так что тогда можно сказать, если этот раб так и останется в мечети и не будет из нее выходить? Все это, уважаемые братья, относится к достоинству И'тикафа. Тот, кто может пойти на И'тикаф, даже ненадолго, пусть сделает это. А тому, кто может пойти в И'тикаф на все 10 последних дней Рамадана, будет еще лучше. Если человек захочет провести в И'тикафе последнюю декаду месяца, как это делал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пусть зайдет в него с заходом солнца 21 ночи. То есть, например, в один из дней. И это 21 число. Он пойдет на Магреб намаз, останется в мечети и выйдет из нее только после того, как прочитает фаджр намаз в день Айдуль-Фитура уразы Байрама. Так делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И он находился в И'тикафе все 10 последних дней Рамадана. Я прошу Всевышнего Аллаха принять от нас наш пост, выстаивание намазов, чтение Корана и милостыню. О, Аллах, заверши для нас месяц Рамадан Твоим довольством, освобождением от огня. Сделай нашу встречу на просторах Твоих райских садов и охвати всех нас своей милостью, щедростью и благом. На этом я заканчиваю и прошу у великого Аллаха прощения для себя и для вас, от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину, он прощающий и милосердный.